Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня по какому поводу мы собрались? У нас продолжаются новогодние выходные дни, и мы пытаемся в эти выходные дни дать людям информацию, которая бы заставила их задуматься. Сегодня мы будем выдавать информацию по вопросу, который нам прислал Ларб Борисов. Он что написал? «Почему, обращаясь к родным богам, человек в ответ ничего не чувствует или не получает помощи?» Скобка. «Как ему кажется?» «У меня знакомая попала в неприятную ситуацию, интересуется родной верой, начала молить о помощи родных богов, но ситуация так и не разрешилась.» Скобка. «Думаю», в кавычках, «отсутствие ответа сверху», в кавычках, «закрываются», «многих волнует». Скобка закрывается. Ну, на самом деле, подобных вопросов приходит много, а смысл их такой, что, а может, богов-то и нету, я вот хочу то, хочу сё, прошу, прошу, а это мне, понимаешь, не даётся. Может, их все выдумали недавно просто так, от нечего делать. Вот давай про это и поговорим. Поскольку ты у нас Дед Мороз, распорядитель бала, то в этом случае давай, конечно, об этом и поговорим. Ну, но поскольку у тебя красная шапочка, тебе и начинать. Что ты по этому поводу сам-то думаешь? Значит, меня повысили. Вчера я был с Негуром на полставки, как на подхвате, а сегодня мне ещё думать придёт. Кстати, в этой шапочке я понимаю, почему у меня ходят Дёжки Морозы. Мозги перегреваются и думать становится очень плохо. Может, для этого она была и создана? Ну, ладно, начинаю рассуждать. Получается, пример такой вот жизни, который мне этот пример, этот образ пришёл, когда ты про это рассказывал, и он мне очень, так сказать, близок по душе. Вот представим всё-таки, что действительно есть у человека душа, есть дух, и у этой души, у этого духа есть какая-то задача на жизнь, своя определённая задача на жизнь. И он для этой задачи создал себе вот это вот физическое тело. Тело – это своего рода, помимо того, что это такой вот удобный скафандр с датчиками различными, которые можно и почувствовать, и потрогать, и посмотреть, он, помимо этого, ещё предназначен для того, чтобы за свою жизнь пройти откуда-то, куда-то, выполнять различные операции, и в результате выполнения этих операций твой дух, твоя душа, тот, кто всё создавал, вот это вот тело, он получит какой-то определённый опыт, который можно будет в дальнейшем где-то использовать. Ну, или упростим до примера, который ты приводил ты. То есть тело физическое – это как автомобиль такой, а тот, который твое высшее «Я», твое внутреннее вот это вот духовное, душевное суть, она как водитель этого автомобиля. В голове водителя есть маршрут на эту жизнь. И, соответственно, исходя из этого маршрута, водитель едет по этой жизненной дороге. А теперь представляем ситуацию, она окажется довольно-таки смешной, ну, смешной, нелепой. Машина в определённый момент начинает возмущаться. Ты куда меня везёшь? Там у нас дорога разбитая, там ямы, там дождь, или там и того хуже, там зима, там холод. Давай-ка обратно, товарищ водитель, вези-ка меня обратно в гараж, поставь меня в тёплый гараж, давай вообще никуда не будем ехать, потому что тут безопасно, тут хорошо и замечательно. И вот эта история довольно-таки смешная, с одной стороны, но с другой стороны она довольно-таки поучительная. Получается, мы, вот люди, да, вот в большинстве своём, да и я не могу сказать, что я сильно-то от этого отличаюсь, мы с трудом понимаем свою задачу, ту задачу, с которой пришёл наш дух. И там не обязательно должна быть задача лежать на печи и есть калачи. Там вполне возможно есть какие-то именно преодоления трудностей и каких-то препятствий, совершенствования каких-то навыков своих. Для этого, соответственно, надо двигаться, надо что-то делать. И получается, что внутри человека такой своего рода внутреннее возникает противоречие. Физическому телу-то охота расслабляться, отдыхать, лениться, так сказать. А задача у духа как раз наоборот другая. С теми сложностями, с теми ограничениями, которые есть у физического тела, всё-таки научиться с этим телом правильно взаимодействовать, чтобы пройти эту жизненную ситуацию. И поэтому получается, когда люди начинают обращаться к богам, к своим великомудрым предкам, своему роду, своему высшему я, то часто запрос идёт с уровня «хочушек» физического тела. А «хочушки» физического тела – это своего рода «хочушки» вот этой вот машинки. А по большому счёту «хочушки» машинки водителю неинтересны. Он поедет туда, куда ему надо. Ну вот это вот вкратце моё видение в этой ситуации вопроса, почему боги нас не слышат и нам не отвечают, и от ответа. Вот как-то так. Ты такой мудрый, Дед Мороз. Да. Ну, в общем-то, да, с этой точки зрения, всё верно ты сказал, всё верно поведал. Мне же хочется немножечко другую тему поднять, по-другому посмотреть на этот вопрос. Если человек что-либо просит, то в этом случае он считает, что у него этого нет. Если у него этого нет, то тогда кто он? Если он наследник великомудрых предков и богов, то у него априори всё уже есть. У него уже по факту изначально всё есть. Всё наследие у него есть. Ему нужно просто эти сундучки вовремя открывать, доставать необходимое, уметь этим пользоваться или учиться этим пользоваться, если он ещё не обучался ранее, и получать нужный результат. Если же он раб безродный, то в этом случае тогда сундучков у него нет. И тогда, как раб, он вынужден просить подаяния у кого-то. Давайте определимся, кто мы? Или так, кто вы? Если вы раб, то тогда, да, на самом деле надо просить. Но в славянских родах, в славяно-арийских родах, в родах славяно-русов, рабов нет. Получается, вы не из рода, тех, кого я перечислил. И значит, тогда вам не надо обращаться к родам. Вам надо обращаться тогда к тем, кто за родами находится. Те, кто являются рабовладельцами, которые используют человеческие тела, тех, кто в этих человеческих телах поселён, для того, чтобы эти человеческие тела и поселённые в них что-то делали, нужное рабовладельцам. Наверное, так. Если же вы всё-таки представитель наших родов, то в этом случае тогда обращаться за тем, чтобы вам что-то дали, смысла нет. У вас это уже есть. обращаться нужно немножечко с другим посылом, чтобы помогли раскрыть какие-то тайны, где-то помочь разобраться в чём-то, помочь научиться чему-то для того, чтобы становиться азом на земле. Иначе зачем вы здесь? Вот эти две позиции, они радикально, кардинально друг от друга отличаются. И исходя из того, с какой позиции вы смотрите на этот мир, как вы его воспринимаете, надо и обращаться к тем, кто вам ближе. Надо понимать, что если вы обращаетесь к рабовладельцам, которые вам что-то дают при этой жизни, то вам придётся чем-то отдавать после жизни. Вам дают на физике. Ну, просите, например, хочу, чтобы у меня было вот это. Вам это дают. Хочу, чтобы у меня было вот то. Вам то дают. Жизнь заканчивается. Вам кредитов надавали. Вы их попользовали. Физики больше нет. Вы ушли в мир иной. Вы попадаете в ту самую локу, из которой вам что-то выдавали. В этой локе чем вы будете отдавать, если физики нет? Вам физику давали, а физики больше нет. А долг остался. Отдавать вы можете только душой. И ваша душа будет, как батарейка, использоваться в этих локах на тот срок, пока долг не будет отдан. Если вы находитесь в роду, то в этом случае тогда в эту локу вам ссуваться смысла нет. В игре гроссуваться смысла нет, который в эту локу вас приведет. И просить каких-то кредитах тоже смысла нет, потому что у вас уже, как у наследника великомудрых предков, все есть. Вам нужно просто научиться пользоваться тем, что у вас есть. Для начала это осознать, во-вторых, это начать себе раскрывать, понять, кто вы, чтобы этим научиться пользоваться и начинать созидать. Тогда в локу вы не попадаете. Это ваша батарейка, ваши все знания остаются с вами. Вы переходите успешно на следующий уровень взросления, становления, развития, как кому нравится. Или, может быть, уже у вас свития начинается. То вы развивались и брали все из этого мира, а потом свития начинается. Вот с этой точки зрения, если вы посмотрите, все будет совершенно по-другому выглядеть. Зачем богам, родным богам, помогать тому, кто отвергает свое наследие? Тому, кто находится в какой-то парадигме, которая совершенно противоположна родным богам, рода Божию. Ну, смысл какой? Вы все равно будете попадать в локу, потому что так или иначе вы не будете брать свое родное, а будете все время обращаться за чем-то инородным, за чем-то другим. И в конечном итоге все равно вы в локу придете. Сначала вы войдете в какой-либо эгрегор, который будет вам помогать, а потом, после смерти, вы окажетесь там, где должны оказаться по всем конам, по всем поконам этого и других миров. Никто это отменять не собирается. И если вы этого желаете, то вы это получите. В это играть не надо, надо просто жить. Просто надо жить, как настоящий человек, человече, аз, а не быть рабом, который все время что-то просит, 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 потому что он неимущий, он ничего не имеет. Вот когда вы с этим разберетесь, вы тогда поймете, почему боги рабам ничего не дают. Сколько рабу не давай, он все равно ничего иметь не будет. Он так устроен. Он не созидатель раб. Он бесправный. Человек, который, даже не человек, бесправная людина, которая здесь, на земле, существует для того, чтобы исполнять волю других существ. В человеческом теле или не в человеческом теле. Это исполнитель. Вот солнце светит, он ботает. Солнце село, он не ботает. Все, у него больше никаких других мыслей нет. Он раб. Ну, по-другому еще смерт его называют. То есть ему нужен какой-то начальник, какой-то указатель. Ему нужна еда, ему нужно где-то жить, ему нужна плетка, чтобы подгонять или стимул. Ему нужна пряник, морковка, конфетка, чтобы, когда он сделал, у него рефлекс превратился в условный. Сделал – получил сладость. Не сделал – получил плетку. Вот как котят учат, чтобы они не гадили или собачат. То же самое здесь с рабами. Поэтому никто и не берется помогать, ибо бессмысленно рабу что-то помогать. Но раб – это не сам человек, это его мировоззрение. Меняется мировоззрение, и вы переходите на другой уровень своего бытия. Вы перестаете быть рабом. Поэтому что вы есть, то вы и получаете. Есть специальные учреждения, религиозные, финансовые, политические и многие другие, которые специально для рабов были созданы в свое время, когда наступила иная пора. Наступили иные времена. И отсюда с земли было убрано очень много высокоразвитых сущностей, достигших очень высокого уровня своего развития. пришли существа, которым необходимо было пройти начальный этап бытия. И для этого здесь были созданы все условия. Были дополнены иные народы, дополнены иные условия жизни, иной климат, иные правила игры. И тогда здесь появились вот эти все подтяжки, помощи, костыли и прочее, и прочее, специально для того, чтобы рабы прошли свой путь. Все было сделано для этого. Но рабское время закончилось. Обратите внимание, что происходит в округе. Полная сумятица. Полная сумятица. Многие не понимают, что вообще делать дальше. Экономика работает непонятно как партия. Вообще там кавардак прыгает, цирк сплошной. Это все приходит уже в негодность. Механизм себя износил. Люди начинают пробуждаться и понимают, что что-то идет не так. Пора из этого выбираться. И приходят различные учителя, псевдо-учителя, гуру, представители высших миров, представители пекельных миров, которые начинают делать проверки, показывают иные пути, показывают как выходить или втягивают наоборот весь балласт, который нужно отсюда убирать, к себе туда втягивают, как осенизаторы работают. Пришло время каждому из нас дать себе ответ, кто я и для чего я. И если я чувствую, понимаю и ведаю, что я отношусь к роду, к своему роду, к небесному роду, то в этом случае тогда надо и быть хозяином своей жизни становиться. И тогда все сундучки появляются, открываются, и из них можно что-то брать для того, чтобы задача жизни была исполнена. Вот примерно так. Если что-то упустил, уточняй. так, вот поясни вот этот момент. То есть, когда обращаешься дай мне то, дай мне это, с принципа хочу вот так вот, то на такую просьбу, скорее всего, ответ ты не получишь. Или получишь, как ты говоришь, у тех, которые потребуют намного больше за удовлетворение вот этой твоей хочу. Или же ты сказал, можно обращаться за тем, чтобы тебе помогли разобраться, какие-то навыки приобрести для того, чтобы расширить свою осознанность. Каким образом вообще вот эти вот обращения проходят? Это вот лучше делать. Во-первых, я правильно понял вот эту суть? И второй момент, как это лучше делать? Кто говорит, надо молча? это обращение делать? Кто говорит, там надо свечку зажигать? Кто там еще куда-то идет? Там места сил. Вот твое мнение по этому поводу. Да. Ты все правильно понял. Теперь надо расшифровать. Боги на то и боги, что они слышат то, что не слышит человек, ведают то, что не ведает человек и знают то, что не знает человек. Вопрос к человеку. А он слышит богов. Он видит богов. Он чувствует богов. Вот это самый важный вопрос, который необходимо любому человеку себе самому задавать иногда. Потому что часто бывает так, как в анекдоте про еврея, который молился, чтобы выиграть миллион в лотерее, но при этом даже билетика не купил. Большинство людей обращаются к богам с какой-либо просьбой, правильной, неправильной, кривой или прямой, неважно, просто обращаются с просьбой, но при этом они, как малые дети, кричат, визжат до такой степени, что они даже не слышат обратного отзыва и ругаются, потому что к ним обратно отзыва нет. Но когда ты кричишь, что ты можешь услышать, ты превращаешься в глухаря, который на таку издает определенные звуки и не слышит и не видит никого. И потом оказывается на стенке в виде чучела. Вот так же у нас большинство людей себя ведут. Как обращаться к богам? Поскольку боги все видуют, все знают и все слышат, обращаться к ним можно где угодно и когда угодно. Главное быть в состоянии обращения и понимания. Человек должен успокоиться, осознанно задавать такой вопрос, на который он получит простой ясный ответ. А не такой хочу, 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 хочу такой сборник своих «хочушек» толще, чем сочинение Льва Толстого. И что из этого получится? Ответ идет сразу. Но он это не слышит, потому что он продолжает свои «хочушки» извергать. Можно поступать по-другому. Вы даете четкий запрос и после этого спокойненько засыпаете. И если вы пока еще не способны что-то услышать, то в этом случае на следующий день или в ближайшее время появится ответ в виде какой-то книги, какого-то письма, какого-то человека, телевизионной программы, радиоэфира, чего угодно. Кто-то вам подойдет и укажет на что-то или на кого-то, или найдется какое-то препятствие, которое вас затормозит в вашем пути и перенаправит в другую сторону. Вот таким образом все это происходит. Но сначала успокоиться, сформулировать точный вопрос. Он должен быть очень простой, понятный самому себе. Для начала вы сами себе вопрос научитесь задавать. А то у нас пытаются куда-то там закидывать что-то, но при этом такая ли билибердень там идет. Вы с собой-то научитесь общаться. Себе вопрос формулируйте так, чтобы он хотя бы вам был понятен. Попробуйте повторить этот запрос три раза вслух. И чтобы каждый раз этот запрос звучал одинаково. Попробуйте. Уверяю вас, у большинства людей даже это не получается. То есть вопрос не точно сформулирован, он растянут очень много там слов-паразитов, ненужных каких-то дополнений и три раза подряд без ошибок повторить его не удается. Все в этом мире просто. Означает и вопросы должны быть простые, и ответы на них такие же будут простые, жизненные. Вот как-то так. То, что ты говоришь, я от других людей слышал, они говорят так, ну, внутренние вот это именно состояние спокойствия и просишь дайте информации доступно мне, вот чтобы для моего уровня понимания способом любым, чтобы я мог понять вот и конкретная допустим ситуация для чего вот эта ситуация. И вот тогда вот именно там человек мимо идет слово обронил, а это слово как раз как ответ тебе как подсказка или как ты говорил книжку открывали или там для особо ленивых телевизор сейчас включают. То есть вариантов для того, чтобы тебе дать ответ бесконечное количество. Главное быть готов принять этот ответ, то можно же и проспать все самое интересное. Я правильно понимаю? Да, ты правильно понимаешь. Вопрос здесь можно немножечко так сложить в более простую форму. Ответ человек все равно получит. Разумный получает в виде мысли неразумной в виде пенделя. Все очень просто. Если разумный человек умеет сосредотачиваться, он получает непосредственный ответ в виде образа какой-то мысли. Если он не умеет сосредотачиваться, то после посыла мысли, если он ее не улавливает, после посыла образа, если он не улавливает его, он получает какие-то чудеса, которые способен воспринять физическим телом. Ну вот как-то так. И тогда теперь еще какая тема, она такая довольно больнючая в последнее время. Вот был недавно эфир у тебя на радио. Фамилия Клесов у этого автора. И он там, ну я не знаю, рядом, недавно или давно это было, но вот я его недавно посмотрел, там было про Велесову книгу. Ситуация, он пояснял, что есть информация, которая подтверждает, что Велесова книга это действительно в ней описанные реальные события, реальные так называемые факты. Но тут же находятся люди, которые говорят, а вот в других источниках, например, 18-19 веков, там, и обычно ссылаются еще на церковные какие-то источники. Там про этой книги ничего нету. И соответственно, то, что описано там, это все ерунда. Вот примитивно к нашей теме, это вот если нету конкретно доверенности, там, заверенные там богами, там, нотариально желательно еще, с грифом там какие-то подписаны, что там и самый главный, кто на этот момент сейчас там у нас руководит. И если она не подписана вот представителями вот этой вот структуры, то все ерунда. Вот, мое мнение, какое, что я вижу, было большое количество пожаров, когда уничтожались вот эти источники. А помимо этого, на примере нашей жизни мы видим, как факты, которые нам казались изыбленными и правдивыми, они подменяются и уже показываются с противоположной стороны. Вот такой основной факт, да, вот Великая Отечественная война. Меня ростили мои предки, деды, бабушки, которые в это время жили. И они точно знали, как что происходило. А теперь нам рассказывают, что это значит, есть вариант, что это как отца мы напали. И если бы не братья, как это назвать-то, забугорные бы не прибежали, то бы, соответственно, вообще бы тут был, всем бы, все бы погибли без них. А на самом деле происходило совсем другое. На нас напали, мы защищались, потеряли большое количество действительно нашего народа. Но именно наш костяк, вот это вот, то, что, можно сказать, славянский костяк, помог основную на себе тяжесть этой войны вынести и победить. Там надо благодарить представителей и мужской части, и женской, но это было именно так, а не так по-другому. И поэтому ссылаться на мнение тех, которые, новая власть, приходит и все переписывает под себя, чтобы обосновать, какие они хорошие, а все предыдущие плохие, я считаю, что ссылаться на это мнение это очень глупо, это детский подход. Если книги сожгли и их нету, то считать, что этого нету, тоже не вариант. Это можно сказать, что вот нету книги, что ты любил какого-то человека или любишь, но все, значит, этого нету, значит, этого качества в жизни нет. Мы же видим многие проявления, которые выше, чем то, что можно записать в книгах. Ну вот, желательно быть твое мнение еще по этому поводу. Да, в общем, ты все верно сказал, что еще добавить-то можно. История девка продажная. Кто победил, тот ее и имеет. Кто ее имеет, такая она и порождает, вернее, таких плодов она и порождает. Захотите от нее вот это, она сделает вот это. Захотите от нее это, она сделает вот это. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что науки истории нет. Нету такой науки истории. Потому что каждый пишет свою историю. Вот наука, например, по цифрам каким-то или по числам может быть. Потому что это понятно. Вот единицу на десятку ты никак не заменишь. Она уже не будет единицей. На пятнадцать ты ее не заменишь. Она всегда останется единицей. Что бы ты ни крутил, что бы ты про нее не говорил, нравится тебе это, не нравится. Но числа и цифры все равно останутся теми, какие они есть. Многое в физике невозможно изменить здесь в условиях Земли. Да, в космосе там что-то по-другому меняется, но там другая физика. То же самое в химии. Есть науки, которые здесь на Земле имеют определенные законы. И эти законы изменить нельзя. это является наукой. То, что повторяется каждый раз, эксперимент если он делается, и одинаковый результат, это научно. То, что ты начинаешь эксперимент проводить, а он каждый раз дает иные результаты, это что-то еще не научное. Это только подход к какому-то изобретению, открытию и так далее. Но пока это еще не наука. Может быть, научный подход, может быть, ненаучный подход. Ну вот, истории как таковой науки нет, но есть научный или ненаучный подход. Причем, не важно, к какой истории мы относимся. К официальной, истории какого-то царства-государства, мировой истории, истории рода, истории человека, или, может быть, альтернативной истории. Везде может быть научный и ненаучный подход. Вот то, что сейчас официальной историей называется, там ярко прослеживается антинаучный подход. И тут пишут, да вы, Алексей Профановый, там, не историк, вы ничего не знаете. А что я должен знать? Я должен отталкиваться от того, что наши предки были дикими и ужасными, а что вся Европа была великая, и там все было замечательно и хорошо? Я должен отталкиваться от того, что Колумб открыл Америку? Зачем? Те, кто написали историю, они не были учеными. Это были писатели, выполняющие определенный заказ. Известно кого? Известно против кого? И мне этот заказ не интересен. Там на 10% правды приходится 90% лжи и кривды. Зачем мне нужна такая история? Эту историю я изучал в школе и изучал в других заведениях. Я понял, что это такое. Мне она больше не интересна. Поэтому я не историк. Я профан в официальной истории и горжусь этим, что мне она больше не интересна. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, что я какой-то историк в официальной истории. Я могу какие-то взять факты исторические, если они подтверждены археологическими раскопками, если они подтверждены какими-то научными изысканиями, к примеру, там по ДНК, по радиоуглеродному анализу, по каким-то еще данным. Вот если несколько параметров совпадает, тогда да, это было. И то, если мне преподносят только какую-то археологическую находку, как истину в последней инстанции, я задам вопрос, скажите, пожалуйста, а в километре от этой археологической находки все то же самое? А на два метра поглубже там тоже все то же самое? Или там все-таки есть отличия? Большинство археологов также страдают определенной проблемкой. К примеру, вот здесь, в каком-то конкретном месте, что-либо откопали. Дальше начинается разговор с историками. Они говорят, да-да-да, это вот к этому периоду относится, все, это у нас в истории совпало, все хорошо, замечательно. На этом археологические раскопки заканчиваются. Вдруг появляется какой-то археолог, который об этом еще не знал, и продолжает там копать. И обнаруживает, что под этим слоем есть еще что-то такое интересное, которое несколько противоречит официальной истории. Что происходит дальше? А дальше начинается обвинение в его сторону, дальше начинается уничтожение этих артефактов. С таким разговором, да не было это никогда. Так, ошибка. Или рядом через буквально метров десять кто-то что-то раскопал такое, что не вписывается в историю. Что делают? Уничтожают, зарывают, заливают бетоном. Не было. Не было. Кому это нужно? Это нужно тем, кто пытается доказать, что нормандская теория единственно верная, что происхождение человека идет из Африки, от тех самых обезьян, про которых приписывают Дарвину, что он говорил. Или это все идет от определенного вида людей, которых кто-то создал. А все остальные варианты отметаются. Отметается все это с одной простой целью внушить людям, что вы здесь никто, что вас звать никак. Человек не должен с их точки зрения знать свое прошлое, не должен знать правду о своих родах, не должен быть человеком. Его надо перевести в людину. Из людины его надо перевести в раба. Потому что рабами, неведающими, не знающими, проще управлять. Рабом можно затыкать любые дырки. Его можно поставить на любое место, сказать, что он должен делать. И он будет делать. А человек или человече, или аз, он так делать не будет. Его просто так никуда не воткнешь. Он сначала должен осознать, что происходит, и понять, какой будет результат, в отличие от раба. Поэтому выгодно кое-кому иметь здесь цивилизацию рабов. Это неплохо и нехорошо. Это данность того, что есть. Но еще раз повторяю, время такой цивилизации подошло к концу. И кому-то нравится, кому-то не нравится. все начинает меняться. Все начинает меняться. Вопрос не в том плохо или хорошо, а в том, что вы думаете по этому поводу, и что вы предпринимаете в этом случае. Вопрос всегда в самом человеке. Ты человек, кем хочешь быть? Рабом? Ну, тогда продлится еще какой-то срок для цивилизации. Если ты хочешь быть человеком, тогда у тебя есть свобода выбора становиться человеком. Но человек никогда не допускает крови, страданий. Он всегда стремится к тому, чтобы пресечь кровь и страдания. И изменяет мир через себя, в отличие от раба. Раб изменяет мир снаружи. Раб все время хочет уничтожить хозяина плохого. Поставить другого хорошего хозяина или найти другого хорошего хозяина. Чтоб тот давал жратву, давал питье, давал еду, одежду, что угодно, дома. И чтоб все было хорошо. Это идеология раба. Человек же мыслит по-иному. Человек не мечтает о том, чтобы кто-то за него что-то сделал. Человек сам начинает делать и не допускает кровопролития. Он просто становится хозяином своей жизни. Да почему становится? Он просто есть хозяин своей жизни. И в этом случае тогда все становится на свои места. Вот как-то так. Вот мое мнение про историю. Вот мое мнение про тех, кто эту историю придумывает. И мнение о том, какие основные классификации человеков и людей сейчас существуют на этой земле. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным. Тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебя за то, что поднял эту тему. Тема на самом деле очень важная. Ее необходимо осознавать, потому что без осознавания мы дальше не продвинемся. Сначала мысль, потом дело. Это удел богов. А вот удел неразумных, удел пекельного и демонического сначала дело, а потом осознание того, что произошло. Я вам предлагаю все-таки становиться человеками, хозяевами на своей земле. Быть добру, желаю всех добра, увидимся и услышимся. и лети на крылатом коне рус далекие тысячелетия рус. рус 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 Продолжение следует...